Доброе утро, друзья! Начинаем сегодня наш день, начинаем сегодня наш влог из Геленджика. Сегодня у нас 27 июля, самый разгар сезона, просто пиковое время. Продолжаться он будет примерно до 25 августа, потом дней на 10 будет затишье. И с числа 5 сентября уже начинается бархатный сезон. Я предполагаю, что у нас в этом году сезон затянется, потому что июль был такой слабенький по погоде, прохладный. А сентябрь, думаю, что будет затяжной. Надеюсь на это. Я сегодня вышла в такси, и сегодня мы с вами весь день проведем в такси. Это будет, наверное, очень интересно. Мы это смотрим. Так, смотрите, у нас заявочка 270 рублей, 5,5 километров длина, но я привезла сейчас в садик и потом повезу обратно. То есть поэтому такое расстояние. 270 рублей неплохо вообще. У меня берет комиссию 10% максимум. Вышла я сегодня в 7. Время сейчас полдевятого. На улице стало так жарко. Просто невозможно. Жарко. У меня же кондиционер сломан, я его сейчас не сделала еще. И я часов с 12 ухожу, часов до 4. Ну, занимаюсь своими делами на море, там, я не знаю, по работе съездить, еще что-то. Вот такие дела, да. Потому что становится нереально жарко, и уже как бы, ну, такое себе, я вам скажу, работать, в такую жару людей возить. Да ладно, я-то, я-то справлюсь, ничего привыкать, а людей я вожу. Представляете, им как жарко без кондера. Надо просто поехать мне его и сделать, и все, и не делать мозги. Ну, конечно, все заказы сегодня показывать не буду. Ни к чему, я думаю, это... Ну, частично, точечно. Покажу по возможности, естественно. Вот у нас заказик, 290 рублей, 3 километра расстояния. А вообще, фигня, просто, ну, то есть, 3 километра, это мелочь. Короче, ситуация, дедуля такой, деловой, во-первых, вышел сам не туда, еще на меня наехал. Вообще-то, все таксисты сюда приезжают. Я говорю, это кто сказал? Вообще-то. Ладно, не суть. Деловой. Я в 20 лет такси проработала, приезжаем, короче. А он такой говорит, карту мне подает и 5 тысяч. Я говорю, так у меня как бы нету сдачи, переводите. Он говорит, у меня нету, я не могу, не умею переводить. Я думаю, вот реально, хитрожопые какие эти таксисты. Вот просто как ни крути. Я говорю, я ничего не знаю, давай хотя бы сотку мне. Я говорю, остальное заработаю. Ладно, говорит, домой схожу. Я говорю, ах ты какой, а. Противный, не противный. Хитрожопый. Вот что я могу сказать. Хитрожопый дед. Таксист. Все. Хитрожопый таксист. Все. Дед. Три слова. Хитрожопый дед таксист. Все этим сказано. Поеду, я, наверное, все-таки позавтракаю. Я хочу пожарить яички. Безумно их люблю. Вот. Хочу жареные яички. С огурчиками, помидорчиками. Знаете, это как вкусно. Они, конечно, безумные в городе. Вообще, несмотря на то, что еще ранее утро. Ну, не ранее, ладно. Ну, все равно утро. Так в 8 утра уже пробки были. Куда они все едут, мне интересно. И причем не местные регионы-то все куда-то едут. Куда они по городу катаются? С самого утра приехали на отдых. Отдыхайте, поспите, покушайте, сходите на завтрак. А потом уже и эти... Капец. А тут проехать невозможно. Тут такие очереди выстраиваются. Я в шоке. Ну, я не жалуюсь сейчас. Я делюсь. Как бы. Ну, слушайте, я покаталась уже сколько? Три часа получается. 7, 8, 9, 10. Три часа уже прошло. Полторы тысячи заработала. Это без бензина. Чистыми, я имею в виду. Без бензина и без комиссии. О, а что, неплохо. Сейчас добью до двух. Вечером еще двушку заработаю. 4 рубля. 10 дней 40 косарей. Почему нет? Отличный дополнительный доход, я считаю. Ни июнь, ни июль я вообще в такси не работала. Осталось два месяца. Надо поработать. А в сентябре у меня немножечко другие планы уже. По работе, по работе. Смотрите, мест нет. Хочу посмотреть, есть ли авокадо. Представляете? Хочу просто бутерброд с черным хлебом, с плавленым сыром и с авокадо. Это, наверное, очень вкусно. Ой, запах. Завтрак таксиста. Да, вот так вот мне захотелось сегодня позавтракать. Авокадо. Красная рыбка. Девчонкам сделала бутики, потому что они с авокадо бутерброд кушать не будут. Короче, сейчас привезла людей. Блин, с той стороны нашей бухты, короче, с того берега на другой берег, вот так, как сказать. Не посмотрела, сколько километраж был. 305 рублей они мне отдали. И вот сейчас вот такой затор, чтобы мне просто развернуться и поехать обратно. А это, я вам скажу, вообще не пробочка. Я приехала сюда вчера, я просто стояла километровую пробку, чтобы вы понимали, когда все разом, ну, то есть аквапарк в 7 часов закрылся, и все разом решили поехать домой, соответственно. Ну, реши что-нибудь. Почему так все немножечко потраивают? Ну, немножечко, а капец, как сильно они потраиваются. Я вчера приехала за людьми, а я не знала же, не работала уже давным-давно, и не знала, что здесь такая будет пробка. Ну, и поехала такая за жирной рыбкой, как говорится. И здрасте, приехала, встала в эту пробку и куковала в ней. Потом точно так же закрылся Олимп, канатная дорога, и в той степи была тоже жесткая пробка. Вот такой вот у нас затор. Зато летом, ой, зимой приедешь сюда, ни одной машины, просто ни одного человека, никого. Тишь да гладь, просто как будто туристическая вообще вымерла. А сейчас все как уж оживлено. Ну, потому что это один, по-моему, самый крупный у нас аквапарк по Краснодарскому краю, если я не ошибаюсь. Не, ну а что? Понятное дело, людей много, машин много, желающих прокатиться на такси много. Вот с этого все и складывается. А в аквапарке там сколько людей, вы себе даже не представляете. Я боюсь туда заходить, там просто, я не знаю, как селедка в банке, просто как муравейник. Не знаю, для меня это не кайф. Вот я один раз сходила в Голубую бухту. Ой, почему я Голубую бухту-то я называю, если она Золотая бухта-то? Сходила я в Золотую бухту и такая думаю, не-не-не-не, спасибо, этот кайф не для меня. Я от аквапарков воздержусь пока что. Но может все поменяться. Вдруг решу все-таки пойти. Всякое может быть. Короче, едем в срочном порядке на заправку, потому что у меня уже просто бензина подсосит. Так, только начинаешь разгоняться и постоянно пешеходы, машины, пешеходы, машины. Весь это, короче, мы живем здесь в Геленджике. Приехала специально на осмотровую площадку, которая находится по дороге в Голубую бухту. Хочу показать вам вот этот пейзаж. Как хорошо, что сейчас обдувает ветерок. Не знаю, слышно меня или нет. Блин, ну это очень красиво. Вы просто посмотрите на этот райский уголок мира. Наша Россия. Это нереально круто. Классно. Вот юг-юг прям. Это же надо было так вот сформироваться в бухте. Прям полукруга. Но это сильно-сильно. Все, поехать дальше. Заявочка у нас. Короче, ну примерно от Кирова до Голубой бухты, ой, Золотой бухты, 260 рублей. Да, я уже не знаю, какая по счету заявка. Потом... Да-да-да, пришло. Потом в конце вечера я вам покажу вообще все заявочки свои. Телефон не заряжали. Все, сейчас едем, короче, с Кристиной на хаты. Надо быстренько навести уборочку. Там и штат приезжать левее. Да. Ну, Золотая бухта меня преследует сегодня. Но я думаю, не только меня, а всех таксистов. Очень много заявок в течение дня. Прям очень много заявок. С Кристиной на Крымской сразу взяла заявочку. Предварительная запись, короче. Через 16 минут мы поедем с Роджаникидзе. Вот он дом. И поедем на канатную дорогу Олимп. Как раз у меня есть 15 минут отдохнуть. Пойду схожу в магазин. Очень хочется мне мороженого. Люблю одно мороженое. Надеюсь, здесь оно есть. Вот сейчас мы это и посмотрим. Да, вот. Так что пошла. Посмотрю. И поедем за 320 рублей. Тут нефиг делать. 8 километров всего. Время полдевятого. Устала. Поехала, короче, домой с 7 утра. Ну, почти беспрерывно только на уборочку. Но это не считается. Смотрим, значит, статистика. То, что я сегодня заработала. Бензин у меня вышел на 825 рублей. И заработала я вчерашние тысяча. Две ночные поездки у меня было. Вот тысяча идет вчерашняя. 4 326. Итого я заработала, короче, 3 500. 3 500 сегодня. Мне считают, что это неплохо. Очень даже если бы я еще поработала часа 3, еще бы тысячи полторы. То есть пить так спокойно можно делать. Вот я заехала, взяла продукты и поехала, короче, в сторону дома. Так что, ребятушки, вот такой денечек у нас сегодня-то был. Я умаялась. Хочу спать. Устала безумно. Хочу в душ. Поэтому я поехала заниматься своими женскими процедурками. А вам пока. И спасибо, что смотрели этот ролик. Пока.